ребят всем с новым годом пока вы сидите дома дам вам задание не машинкой а ручкой берете обычную шариковую ручку которая рисует вот так от легкого прикосновения не гелевую ни в коем случае потому что именно шариковая похоже по работе на машинку и начинаете рисовать штрихи как мы в принципе на прошлых двух уроках проходили напыляющие накладывая каждый новый на предыдущий процентов на 80 можете рисовать какой-то бесконечный штрих с закруглениями всевозможными то есть тренируйте вот эту свою усидчивость которая будет вас подводить как и меня во время работы ваша задача нарисовать штрих вернуться отступить процентов 20 может 15 даже и в этой же линии нарисовать еще один штрих вернуться отступить нарисовать снова и вот это вот бесконечное движение даст вам возможность создать тот самый идеальный волосок в идеале кстати примерно по 5 миллиметров длиной штрихи ваши вот он у нас до отступаете на 20 примерно процентов выступаете на 20 процентов вот это вот движение у нас до снова на 20 процентов и выдвигаетесь также на 20 процентов 80 процентов штриха лежит на предыдущем штрихе и получаются вот такие его движения вы должны откатать то есть волосок длиной не знаю примерно сантиметр можете конечно играться и рисовать длинные всякие закругленные чтобы они не были из таких вы знаете заусенцев чтобы не состояли можете рисовать прям вот волоски не больше полутора сантиметров потому что все-таки в брови мы не будем рисовать длиннючие на сантиметровую бровь у вас должно быть минимум 5-6 штрихов в идеале штрихов 10 то есть надо приучить вот к этой монотонности себя вот делать нечего смотрите телевизор и штрихуете с кем-то общаетесь и штриху рисуете вот эти волоски чем больше плохо рисует подчеркаем чем больше вот этой монотонности вашей жизни будет тем меньше она вас будет травмировать во время работы потому что основное что все портит волосковом методе это спешка когда вот так вот за два штриха нарисовали волосок стерли там ничего не осталось меня это постоянно подводит то что я очень неусидчивая мне очень тяжело рисовать вот эти вот все мелкие линии когда пройдете простой прямой волосок таким образом дам вам задание на изогнутые с-образные от рисуем формы а пока вот вот так вот штрихуйте и и если сильно увеличить так сейчас что было лучше видно давайте вот так увеличим получается вы должны напыляющими движениями один на другой накладывая примерно 7 хотя бы на сантиметр у вас было штрихов обязательно тонкое начало тонкое окончание и смотрите это важный при важный момент первый штрих вы прикоснулись вы больше в начало не возвращаетесь вы обязательно отступаете и следующий кладете штрих потому что видите сейчас попробую еще увеличить видите я прикоснулась не прям в начале а отступив и я прикоснулась не прям точно в ту самую линию а немножечко не попала в нее и если бы это я сделала так передвинемся если бы я это сделала самом начале не отступив то есть немножечко не попала да все чик и у меня ошибка поэтому обязательное условие это что вы сделали штрих ни в коем случае не возвращайтесь снова на в начало отступайте и делайте следующий отступайте и делайте следующего здесь уже вы можете быть смелее можете даже немножко возвращаться назад чтобы линия была прям вот такая идеальная плотная но с тонким началом и с тонким окончанием пока не откатаете это движение до автоматизма ручкой чтобы было также много штрихов чтобы они шли в одной линии чтобы не было толстого начала толстого окончания не пробуйте это делать машинкой потому что все будет зря и не делайте это вот таким образом потому что это можно нажимом регулировать конечно когда вы прикоснулись и одним движением провели вам нужно именно вот это правильное движение откатать когда вы прикоснулись вернулись еще раз вернулись еще раз вернулись еще раз вернулись возможно вернулись уплотнились но ни в коем случае не вернулись в начало и кончик тоже у вас должен быть на вылет и все это наслоениями это тот самый идеальный штрих который поможет вам в работе не заглубляться делать клевые работы находиться на одной глубине и не видеть засаженных бровей потом так